Актуальная интервью В этом году Институт Уполномоченного по правам человека отмечает десятилетие в Ненинском округе. Какие можете подвести итоги и перспективы развития института? Да, действительно, год юбилейный. В 2007 году у нас был принят закон об Уполномоченном в Ненинском автономном округе. Мы развиваем лучшие традиции, сохраняем. На сегодняшний момент у нас мы не вводим какие-то юбилейные мероприятия, но мы представлены на всех площадках и на федеральном уровне, и на региональном. Поменяли несколько традиционную подачу ежегодного доклада. Ушли от отчета о деятельности Уполномоченного и перешли к представлению ситуации в сфере соблюдения прав человека и гражданина в текущем году. Перешли к тому стандарту, который, в принципе, у нас уже, скажем так, нашел свою подачу на федеральном уровне, и все права, которые мы рассматриваем, да, их соблюдение и мониторинг, подаем именно в разрезе конституционных прав. Мы планируем провести выставку в Краевическом музее, как раз посвященную десятилетиям и достижению Института Уполномоченного в Ненинском автономном округе. И, конечно же, на следующий год мы проведем обязательно большую конференцию или большое мероприятие, связанное с десятилетием. А какое самое большое достижение можете отметить вот за десятилетний срок? Я думаю, что Институт Уполномоченного сохранён, работает, граждане обращаются, и это очень большое достижение, обращаются по разным вопросам, потому что доверие — это самое важное. И самое главное, что Институт не просто востребован гражданами, но мы ещё можем обратиться напрямую к любому органу власти и через совместные конструктивные действия не просто восстановить человека в правах, да, у нас очень редко носят такие какие-то острые вопросы, да, то есть, ну, скажем так, имеют быть, да, место, потому что у нас нет такого, когда совсем уже органы власти или органы местного самоправления надуманно или специально нарушил, да, права гражданина, и невозможно восстановить или исправить ситуацию. У нас очень часто бывает, когда граждане сами, не интересуясь своим правом или пропускают сроки, или не интересуясь изменениям в законодательстве, пропускают и упускают ту возможность, когда можно воспользоваться правом своим или, допустим, значит, воспользоваться правом с тем, чтобы защитить своего ребёнка или своих близких, да, или просто считают, что нет необходимости обращаться, а когда уже всё-таки приняли решение, что нужно обратиться и сделать что-то, да, то есть время уже упущено и уже тяжело вернуть всё вспять, но мы всё равно стараемся. Поэтому самое большое достижение всё-таки — это сохранение доверия граждан, это возможность решать вопросы вместе, и несмотря на то, что органы власти у нас работают и откликаются за рутинностью, всё равно существуют такие моменты, когда уполномоченный указывает на те ошибки системные, которые приводят потом к тому, что человек себя чувствует неуютно, незащищённо, но хороша ситуация и в том, что округ небольшой, наверное, по населению и, скажем так, по органам власти, вот, скажем так, по численности органов власти, субъект, когда можно, в принципе, обратиться и решить вопрос. И учитывая мой ещё опыт, допустим, и опыт предыдущих уполномоченных, да, мы же очень понятны, да, и работали в системе с самого начала. Поэтому, конечно, мы можем обратиться и не просто даже в рамках законодательства, но и на личных, скажем так, отношениях, да, и порешать ситуацию не в каком-то письменном режиме, да, через письма, через убеждения, через нормы законодательства, какие-то подзаконные акты, а когда просто даже в режиме диалога мы решаем. Потому что, в принципе, вот мы, когда были на Клязьме, очень известный сейчас молодёжный форум проходит, и там все молодые правозащитники обратили внимание на то, что для института уполномоченного очень значима сама личность уполномоченного. Мы этого не отрицаем, потому что, конечно же, очень сильный личностный момент в деятельности уполномоченного существует. Это понятно, да, то есть многое зависит от личности, от потенциала уполномоченного, от его возможностей, от его личного желания решать вопрос. Да, но у нас есть ещё и закон, которым мы должны руководствоваться. Поэтому главное достижение — это доверие, это диалог с органами власти, это возможность и необходимость видеть, где у нас есть те моменты, которые нужно исправить, чтобы человек чувствовал себя комфортнее. Вот это достижение. По каким чаще всего вопросам обращаются? Вот что граждан волнует? Какова здесь статистика? Статистика неумолима. У нас ежегодно бывает более 200 обращений. Мы не стремимся вообще, каждый уполномоченный считает, что если будет массовость обращений, понятно, что есть недоработка системы органов власти. Какая-то проблема в системе. Да, есть проблема. Если нет обращений, опять-таки же, да, то есть люди замалчивают свои проблемы, есть латентность, да, то есть проблематики. Поэтому, как правило, это вот в пределах 200, да, то есть обращений. На сегодняшний момент мы получили 157 обращений. Это мы считаем всегда и устные, и письменные, и те, которые мы получаем в режиме контакта. Потому что у нас, мы сейчас открыты, у нас есть и сайт, и мы перешли в социальные сети, потому что мы понимаем о том, что наша жизнь, она динамично развивается, и людям необходимо, скажем так, иногда за стремительностью в жизни, чтобы не упускать момент, находить разные источники подачи своих проблем, обращений, информации. Поэтому мы возможность эту предоставляем. У нас продвигается наш проект, группа ВКонтакте, да, то есть мы перейдём сейчас на Фейсбук, то есть все социальные сети мы займём, да, то есть можно обращаться, это как то же самое, как обращение через сайт, мы это считаем. Поэтому мы вышли на все площадки, лишь бы быть открытыми и доступными. И когда в режиме диалога с гражданами мы всё равно объясняем, что в округе можно найти все возможности для решения своих вопросов, проблем и не обращаться на федеральный уровень. Поэтому мы стараемся делать максимально возможную работу свою открытой и также открытой работы органов власти. Вот. И поэтому самые важные вопросы, конечно, связаны с тем, что в повседневной практике у человека, да, то есть с чем они сталкиваются. Понятно же, личный вопрос. Это ежедневно, да, то есть понятно, что все социальные вопросы, которые связаны с правом на труд, с правом на отдых, с семейными проблемами, да, и, конечно же, с медицинским обеспечением. Потому что всё, что мы, ещё раз говорю, какие мы потребности испытываем ежедневно, с этим человек сталкивается, и здесь у нас есть разная практика. Вот такие вопросы. А вот что касается жилья, вот можно поподробнее, что людей волнует, или отсутствие жилья, или проблемы в капремонте, вот поподробнее? На самом деле здесь сразу всё, да, и, значит, проблемы социального найма и коммерческого найма, да, потому что очень много есть таких вопросов, которые связаны с тем, как владелец или собственник осуществляет свои права, да, то есть с какими проблемами они сталкиваются. Проблема обслуживания наших управляющих компаний, да, сейчас на самом деле достаточный выбор управляющих компаний, но как управляющие компании осуществляют свои услуги, это отдельная тема. Человек ведь чувствует очень сильно ту несправедливость, когда он видит, что управляющая компания ненадлежащим образом оказывает ему услуги, да, и вот сейчас на самом деле вступили изменения в федеральное законодательство, когда человек может сам определить, и у него есть возможность оплачивать коммунальные услуги или не оплачивать. И оценивать таким образом работу, значит, коммунальные управляющие компании. Почему? Потому что это в то же время свобода регулирования, да, компании, потому что раньше человек должен и обязан был оплачивать саму, значит, услугу коммунальной компании, независимо от того, как она оказывается, а потом в судебном порядке или в претензиозном, да, через, в первую очередь, в претензиозном или через, скажем так, контролирующие органы, да, решать и доказывать о том, что услуга некачественно оказана, то на сегодняшний момент, пока не исправится коммунальная компания, да, то есть управляющая компания, то есть на сегодняшний момент у нас человек может не оплачивать, да, то есть, ну, там такая достаточно есть урегулированная процедура, если есть необходимость и возможность, вот можно обсудить потом подробнее, да, вот этот массив проблематики. У нас есть проблемы с капитальным ремонтом, у нас есть проблемы с детскими площадками при домовой, да, территории, то есть у нас есть общая домовая территория проблемы, ну и, конечно же, мы всегда напоминаем о том, что товарищи собственников жилья, да, то есть общее собрание, они должны всё-таки влиять на то, как работает сама коммунальная компания, потому что мы очень часто привыкли через органы власти решать, да, через уполномоченного свою проблематику, но в первую-то очередь нам необходимо участвовать в управлении своим домом. То есть активнее сотрудничать с той же управляющей компанией? Да, то есть человек должен понимать о том, что поскольку он собственник, у него есть не только права, но и обязанности, и ответственность, и он имеет право всем своим статусом, всеми своими, скажем, всем своим арсеналом в этом случае пользоваться, потому что если человек понимает о том, что он на сегодняшний момент испытывает неудобства, он должен уже обратиться по этому поводу, да, не накапливать какую-то внутреннюю обиду, и потом через привлечение органов местного самоправления, должностных лиц, да, решать эту проблематику, когда он является сам собственником и сам может решить эту проблему. У нас есть такая проблема, значит, в посёлке Искатели, и даже в городе есть, и, значит, в других населённых пунктах, когда товарищи, значит, очень много собственников в доме, да, в жилом, и люди очень долго ждут, чтобы, например, коммунальная компания, допустим, там даже муниципальная компания, да, управляющая пришла и исправила все бы дефекты, например, дома при застройке, который ещё с момента застройки, да, то есть с момента принятия дома ещё тянутся, хотя они могут, в принципе, выделенный счёт сделать, да, сами, не отчисляя средства, фонд капитального страхования, накопить на этом счёте деньги и провести за счёт своих собственных средств ремонт. То есть выходы различные есть, и мы бесконечно, вот, и с прокуратурой низкоавтономного круга, да, когда обращаются туда с обращениями и с жалобами, и к нам мы на это, конечно, обращаем внимание. Ну и другие советы, другие рекомендации, другие консультации, и у нас часто бывает так, что мы выезжаем с органами местного самоправления, с должностными лицами на проблемные объекты, на проблемные дома для того, чтобы гражданам разъяснить, помочь прямо на месте, вот здесь же разобраться. Другие права, да, то есть особенно очень, скажем так, год прошёл у полномоченного, вот те 10 месяцев, которые у нас всё равно завершение уже, да, то есть прошёл, конечно же, по теме заработной оплаты, потому что поскольку у нас ввели изменения, значит, самого порядка оплаты труда в сфере образования, в сфере здравоохранения и других отраслях, да, которые, особенно в бюджетной сфере, ввели понятие эффективного контракта, составляющие зарплатные, они изменились. И, конечно же, в докладе вот в ближайшее время мы будем рекомендовать о том, чтобы профильные департаменты разработали методические рекомендации по критериям эффективности, которые должны иметь единообразие. Для чего? Для того, чтобы не убрать субъективный фактор установления критерий эффективности в коллективах. Поскольку сейчас нет единообразия, да, и выработанных в данном случае критерий эффективности, у нас очень много спорных моментов по… Но руководитель сам определяет, да, какой процент эффективности. Там не руководитель, там коллектив. То есть лучше, если, конечно, будет коллективным договором предусмотрено, да, о том, что какие критерии эффективности, и на основании этого, чтобы выставлялись те баллы в ту часть, которая вот об эффективности, да, говорит, и при этом потом зарплата, да, то есть в совокупности у нас образуется. А вот сейчас, на сегодняшний момент, очень много спорных вот здесь ситуаций. Поэтому методические рекомендации — это же проблема, на самом деле, всей Российской Федерации. Они как раз сведут к минимуму вот те спорные моменты, когда, скажем так, если ты в коллективе понятен, и есть ещё понятие «свой» и «чужой», да, в коллективе, но при этом люди могут не выполнять свои качества, вернее, свои обязанности так, чтобы в конечном итоге вся работа коллектива была очень эффективна, да, то есть и настроена на общий положительный результат. Но главное, что ты вот свой, да, и у нас есть очень много обращений по этому моменту. Вот для того, чтобы уполномоченный не вживался в эту ситуацию, а для того, чтобы определить критерии, вот, и, конечно же, активизировать работу профсоюзной организации, потому что здесь они нам помощники. На сегодняшний момент, пока было всё устоявшееся и так, как раньше традиционно, работа профсоюзов у нас ушла на нет. Вот, как только появляются у нас спорные моменты, здесь, конечно, регулирование этой ситуации возможно через коллективный договор и через работу профсоюзной организации в то же время. Есть проблема больничного листа, да, когда люди, те, которые, скажем так, не покладая рук много, очень работают, но при этом у нас на сегодняшний момент введён порядок, когда человек садится на больничный, он теряет 50% заработной оплаты. Половину ему только удачу. Да, половину, да. И в данном случае я считаю, что есть злоупотребление правом. Действительно, когда у нас в какой-то момент люди стали необдуманно, знаете, есть такое понятие итальянской забастовки. Если что-то не нравится, он сразу идёт и садится на больничный по разной причине. Но здесь в данном случае нужно соблюсти баланс. Это очень нужно и очень востребовано в условиях Крайнего Севера, когда сам человек живёт в условиях полярного напряжения и климатические условия, да, и всё, скажем так, остальное, да, тут сказывается. И в то же время, когда человек остро обостряются все заболевания. И когда часто бывает так, что человек действительно заболел, но наказывая нерадивых работников, сама система наказывает и человека, который продуктивно работает. Поэтому я считаю, что моё предложение, наше видение, да, и это разделяют органы власти с теми должностными лицами, которыми я обсудила, что нужно вернуться к обсуждению порядка, сколько будет гарантированных дней, установить количество гарантированных дней, в которые человек может действительно вот, когда у него изменение идёт самочувствие или заболевание очень серьёзное, вот установить, когда он может проболеть, да, вот эти дни, и без потери 50-процентной зарплаты, да. Ну и плюс индивидуальные случаи, когда человек находится на операции, на длительной реабилитации, и это действительно объективно. Вот. И немаловажные вопросы у нас идут, конечно, связаны со здравоохранением. В ежегодном докладе за 2016 год мы, конечно, отмечали, что у нас есть проблемы диагностики, у нас есть проблемы соблюдения этики между пациентом и врачом. На сегодняшний момент мы провели совместно с департаментом семинар, поэтому большой обучающий, да, то есть это на сплочение, на корпоративную культуру, на умение видеть свои проблемы со стороны и в общении, да, то есть какие могут быть острые моменты именно с пациентами. И вы знаете, наверное, здесь есть уже первые результаты. Вот. Мы отбирали по принципу руководящие работники, те, которые участвуют, да, то есть в приёме, в принятии решений, самое главное, и те люди, которые сидят на приёмах, да, то есть, к сожалению, до конца невозможно решить эту проблему, её можно только контролировать и работать над ней, потому что все мы люди, есть и кучка кадров, те люди, которые обучены, они, конечно, уже, мы о них не слышим, и в рейтинге, в антирейтинге, так называемом, у полноочного, они не фигурируют, на них нет жалоб. Но есть жалобы индивидуальные, и мы всё-таки граждан призываем к тому, к пациентам, что если вы пришли и столкнулись с вот таким отношением, то, которое недопустимо в практике любого человека, давайте мы всё-таки перейдём на личности. Потому что у нас есть врачи, которые с большой буквы, у нас есть достаточно очень много специалистов, которые спасают ежедневную жизнь, поэтому для того, чтобы не ставить всех в один ряд, всё-таки давайте перейдём к личностному контексту. Когда чиновник у нас нарушает права, она же сразу знает его фамилию. Поэтому я думаю, что каждый должен отвечать за свои действия самостоятельно. У нас есть проблема автомобилистов, если вот так утренние наши пробки, да, сейчас они объективны, потому что у нас идёт реконструкция дороги, вот. А на самом деле нам нужно поменять режим светофоров, да, и, конечно, работать над придорожной территорией. У нас есть совсем такие простые проблемы, когда даже мы, улыбаясь с общественными представителями в режиме ВКС, когда встречаемся в ситуационном центре и делимся проблематикой, высказываются все вопросы, которые вообще есть на селе, есть в городе, вплоть до того, что если леса появилась, да, со странным поведением, и участковые понимают о том, что сам он не может, да, решить вопрос с животным, вот. И охотники тоже не могут, потому что у нас есть нормы законодательства, но при этом мы понимаем о том, что вот этот зверь может представлять опасность. Поэтому при переговорах с различными ведомствами мы тоже решаем этот вопрос. То есть по любому вопросу, то есть мы являемся и координатором иногда, и медиатором решения каких-то спорных вопросов, но, конечно, в пределах своих полномочий, которые у нас есть. Лариса Викторовна, есть ли какой-то частный случай, который удалось разрешить в положительную сторону, и он стал с таким разрешением проблем в системе целой? Вот какой можете привести пример? Лариса Викторовна, я когда приступала к должности, мне мои коллеги, общественники, да, то есть правозащитники, всё-таки настоятельно меня просили не вживаться в жизнь человеческой проблемы, потому что всё-таки государственный защитник видит и должен, и обязан видеть за каждой индивидуальной проблемой системную ошибку, если она там есть, да, или в системной ошибке каждую человеческую судьбу, да. Это я понимаю, почему коллеги так попросили, почему? Потому что мы же не можем подменять органы социальной защиты или социального обеспечения, да, сопровождения, но помочь, да, и вместе решить и выстроить ту систему, которая будет вот в данном конкретном случае человеку в помощь, да, и в решение проблемы, конечно, мы обязаны. У нас есть такой случай, совершенно открытый, да, мы как раз этот случай ставим во главу угла, когда нам необходимо выстроить паллиативную помощь. Сейчас есть уже перечень поручений президента Российской Федерации о том, чтобы развивать паллиативную и социальную, и медицинскую помощь, да, или вообще систему обслуживания, да, и помощи гражданам пожилого возраста. У нас есть такой случай, когда действительно семья очень уважаемая оказалась в сложной ситуации, в жизненной, уже мать престарелая была, она, значит, попала в сложную ситуацию после того, как сломала шейку бедра, вот, и у сына начались проблемы с трудоустройством, изменились условия, он также, в принципе, да, стал уже в таком зрелом возрасте, потеряв работу, стал вести антисоциальный образ жизни, и в итоге семья, значит, попала в трудную жизненную ситуацию, да, когда сын выпивает, не следит за матерью, матери нужен уход. И сама у нас система, да, то есть я даже говорю о том, что социального обслуживания, да, то есть всячески справляясь и помогая этой семье, не могла предоставить возможность даже на платных условиях, потому что семья обеспечена, предоставить возможность платной сиделки, да, платного ухода. И тут мы пошли, наверное, на очень нестандартный ход, когда общественный представитель, работая в системе здравоохранения, да, и в организационном методическом отделе она взяла свой отпуск, совпало так, что и мы попробовали реабилитировать семью вместе. Она вывезла в Москву, то есть мы подобрали центр очень хороший, да, то есть заявительницу прооперировали, значит, ее, значит, опору и все-таки надежду, да, сына мы пролечили в психиатрическом стационаре, но у нас нет, к сожалению, да, наркологии как таковой выделенной, да, то есть на тот момент специалисты находятся у нас вот только вот в том учреждении, которое у нас есть, да, то есть человек вполне самостоятельный, он вполне осознанно ведет, да, и действительно у него есть огромное, хорошее прошлое за спиной, но вот ему необходимо помочь, да, и все-таки у нас вот проблема службы, которая бы выводила человека из алкогольной интоксикации, вообще проблема алкоголизации, она у нас все равно существует, да, и вот человеку необходимо было помочь просто из этой ситуации выйти, и вот при решении, при совокупном решении вот этих всех проблем, значит, на сегодняшний момент в семье ситуация стабилизировалась, но мы остро поняли о том, что человек может быть разным, да, то есть он может быть успешным, он может быть очень признанным в обществе, но никто не застрахован от неблагополучной старости. И вот на сегодняшний момент совместно с медицинской службой, с департаментом здравоохранения мы создаем палеотивную помощь, да, то есть палеотивный пост создан. Я очень попросила, как и в других субъектах Российской Федерации, чтобы у нас было, людям престарелого возраста, была возможность, да, о том, чтобы, если они хотят на платной основе, да, допустим, нужна же иногда сиделка круглосуточно или на продолжительное время, да, социальный работник, поскольку у нас они всё-таки привязаны к подушевому нормативу, да, у нас их немного, у нас 11 человек, включая с поселениями нашими, да, то есть и человек не может круглосуточно находиться, вот, поэтому нужно выходить на дополнительные услуги, сфера услуг должна у нас развиваться и предоставить возможность человеку, да, заплатно, за разумную плату, и причём, чтобы специалисты оказывали эти услуги, предоставить возможность обратиться в социально ориентированную некоммерческую организацию или в учреждение за такой помощью, вот, поэтому нужно всё выводить на достойный уровень. Вот эту проблему, мы её не просто увидели, мы стараемся сейчас её конструктивно решить. Ещё есть у нас одна проблема, это люди, которые возвращаются из мест лишения свободы. На сегодняшний момент у нас нет ни одной социально ориентированной организации, которая бы занималась этими людьми. На сегодняшний момент к нам обратился гражданин, мы совместно прорабатываем создание у него социально ориентированного бизнеса, в котором как раз он будет принимать людей, которые вернулись из мест лишения свободы. Раньше у нас, наверное, эту функцию выполняла отчасти нефтедобывающая отрасль, да, некоторые компании принимали, и сейчас людей туда, конечно, принимают с разным прошлым, потому что человек есть человек, если он всё-таки реабилитировался, да, и, значит, отбыл наказание, мы понимаем, что всё равно ему нужно возвращаться, продолжать жизнь. И вот чтобы он не повторил свой проступок или вернулся в нормальную жизнь, мы, конечно, стараемся создать все условия. Вот если у нас получится создать такую социально ориентированную некоммерческую организацию, и плюс к этому ещё дополнительные рабочие места, куда бы принимали, да, людей, вот, с таким прошлым, да, и, собственно говоря, дали бы им второй шанс, да, конечно же, мы будем рады. Вот это наши их два достижения. И в ближайшее время у нас должен был проведён приём с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в режиме видеоконференц-связи. Но в связи с объективными обстоятельствами, координационным советом, значит, как раз Татьяна Николаевна отложила этот приём. Туда мы вносим очень серьёзные проблемы, те, которые мы и система органов власти при всём своём желании просто в одиночку не смогли бы решить. Это проблемы людей, которые приехали из Украины. То есть первый вопрос, он индивидуальный, очень частный, но на сегодняшний момент система органов власти и уполномоченные здесь один, конечно, не решит этот вопрос, потому что граждане у нас вернулись из Украины, там оформили своё гражданство, но при пожаре здесь документы были утрачены. И поэтому сколько бы раз мы в консульство не писали, они звонили, а на сегодняшний момент у них только свидетельства о рождении на руках, российские. Но мы точно знаем и есть подтверждение, что они являются гражданами Украины, им необходимо, прежде чем восстановить российское гражданство или участвовать в программе получения российского гражданства, по программе соотечественников, они прежде должны всё равно получить паспорт граждан Украины. И вот мы сейчас связывались с консульством, у нас не получилось это сделать. Паспорт, как раньше, допустим, дистанционно или удалённо переслать невозможно, потому что введена процедура украинской стороной сканирования сетчатки глаза и дактилоскопическое прокатывание пальцев, так называемое, то есть отпечатки. И лично они должны получать сами паспорт. То есть всё изменилось, требования законодательства изменились, здесь международные нормы, мы выходим за уровень полномочий, субъектового полномоченного. Проблема авиабилетов наша, да, то есть очень острая, да, потому что округ у нас авиатранспортное сообщение только имеет. И понятно, что мы также обратимся к уполномоченному, чтобы на своём уровне мы проработали вопрос субсидирования, насколько можно. А у нас есть проблема санаторно-курортного лечения, у нас нет ни одного профилактория, нет ни одного санатория. И округ, наверное, очень мог, конечно, задуматься на то, чтобы найти нефть без бензинового содержания, да, для того, чтобы открыть здесь санаторий свой и все наши простудные заболевания лечить таким образом. Ну, это вот, это из области пока фантастики, но можно задуматься. Вот, то есть у нас этого нет. Поэтому тот приказ Минздрава, который сейчас установил показания, противопоказания по санаторно-курортному лечению, он выпустил ряд заболеваний, которые очень актуальны для нашего региона. Это опорно-двигательные, значит, опорно-двигательная система, да, то есть это заболевания органов зрения и слуха, вот. Ну, у нас осложнений очень много на органы зрения и слуха, да, то есть и наши природно-климатические условия, всё это даёт о себе знать. И как раз вот это попало, это как раз выпало, да, то есть и мы хотим, чтобы эти категории вернулись. Вот, то есть это то, что касается даже федерального взаимодействия. Вот, проблема детей-сирот, которые уже совсем возрастные и которые не стремятся иногда трудоустроиться, вот, и получают при этом шестимесячные выплаты. Безусловно, это гарантия ребёнка, который оказался в такой ситуации. Но, тем не менее, если всё-таки сделать, как сейчас трёхсторонние контракты, да, заключаются, да, и профориентация, и, скажем так, человека больше укрепить в желании трудоустраиваться, а не жить пока полгода за счёт вот этих выплат. Выплата достаточно серьёзная выплачивается. И человек за это время, за полгода, привычка формируется вообще за 21 день, да, то есть у человека нет вообще стремления вот работать, да. То есть вот это наша проблема. Проблема также с детьми-сиротами, вот уже взрослыми, да, то есть это не совсем дети, это такая молодёжь, которая 18 и старше, да, когда они выходят из образовательного учреждения, и мы это обсуждаем с Римой Фёдоровной, да, то есть с Галушиной. Проблема-то ещё в чём, что получая квартиры и имея средства на руках, которые вот из учреждений на счёте накапливаются, да, то есть ребята на самом деле очень непросто социализируются, и, как правило, в первые полгода или в год, да, они эти деньги тратят, вот, и превращают свои квартиры, скажем так, ну, в такие места, которые доставляют огромное неудобство соседям. Вот, поэтому мы тоже работаем в этом направлении. Сейчас изменена система самого воспитания ребёнка, да, то есть стараются более в домашних условиях. У нас как раз детский дом сейчас переименован в наш дом, да, то есть сама подача изменилась, и там масса-масса усилий прилагается, чтобы как раз ребята, выходя из учреждений, да, где они в домашних условиях, они воспитываются, они как раз находили бы себя и изменяли отношения, вот, в жизни. Это всё наши вопросы. Ну вот это если говорить о том, что мы сейчас на сегодняшний момент чего достигли и к чему стремимся. Ну и, конечно же, мы можем бесконечно решать вопросы, как мы отмечаем на всех площадках, но если мы не будем заниматься просвещением, если мы не будем идти с опережением, профилактикой и стремлением над тем, чтобы люди сами регулировали, да, свои права, соблюдали свои обязанности, выполняли свои обязанности, да, и понимали, в чём у них ответственность, мы будем бесконечно обеспечены работой. Вот, а на самом деле уполномоченного есть желание о том, чтобы работы у меня не было, вот, в этом плане, в хорошем смысле, да. Вот, и такой хороший проект мы сейчас начинаем, большой, я считаю, что и он очень поддерживается уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и моими коллегами, да, то есть они даже модельно берут вот этот проект. Мы его назвали «Арктическая школа права». Такие школы права, да, то есть это приглавные институты, которые информируют молодых людей, значит, о том, с какими проблемами они могут столкнуться и какие выходы из этих проблемных ситуаций их есть, на опережение, да, или просто для информирования их. Они есть вообще во всех субъектах, но Арктической школы права нет нигде. У нас в Арктической школе права, мы, значит, в партнеры пригласили, и все откликнулись с удовольствием, и правоохранительные органы, и прокуратура Ненецкого автономного округа, суд Ненецкого автономного округа. Я думаю, что присоединится управление внутренних дел Ненецкого автономного округа, потому что нам нужны советы для автомобилистов, там будут, вот, значит, госинспекция, да, у нас, конечно, избирком наш присоединился, и, безусловно, все органы исполнительной власти. Потому что на сегодняшний момент при отсутствии, вот, прямо здесь на месте вузов и возможности получить образование, но при этом у нас же будет ещё и профориентационная внутри, функция задействована, да, что ребята, получая вот массу познаний, да, они, конечно, будут задумываться, а что дальше. Потому что на сегодняшний момент у нас слушателями будут, вот, именно в Арктической школе права, это студенты наших СУЗов, вот, и, скажем так, взрослая часть школьников, те, которые начиная, там, с 14 и до момента окончания школы, по желанию, вот, и вся рабочая молодёжь, которая здесь есть. Вот, основная функция, это, как я уже сказала, это, значит, подача информации, которая связана с правовым полем, да, то есть права, обязанности, ответственность, но именно в прикладном порядке. Вот что интересует и какие бы на сегодняшний момент мы предложили возможности по решению вопросов, вот, да, вот данные конкретной ситуации. Кроме того, у нас там будет курс скорой оказания, то есть оказания первой медицинской помощи сейчас и для педагогов, и для медиков, которые обучаются, да, на базе колледжа, вот, и в том числе техникуму необходим медицинский минимум, вот, для, то есть это одно из требований для того, чтобы ты мог потом дальше практиковать. Вот, мы стараемся сейчас заручиться поддержкой, и колледжи заручились поддержкой, и, значит, департамента, и ещё медицинских узов для того, чтобы они сюда приезжали и вычитывали и практические знания, чтобы получали дальше ребята. И на базе этого мы выходим на второе звено Арктической школы права, это агенты милосердия, который был уже освещен на Клязьме, да, то есть на форуме молодёжном. Он получил поддержку, и в данном случае денег мы не получили, но четыре эксперта за нами прикрепили и сказали о том, чтобы если бы вы поехали на Ладогу, то, конечно же, у вас был бы самый высокий грант, и вы бы смогли уже сейчас его получить. Но поскольку у нас была всё-таки больше задача заявить о том, что Ненецкий автономный округ есть, там есть молодые правозащитники, и как раз в то время мы находились там со всеми уполномоченными из 85 субъектов, и Татьяна Николаевна Москалькова там была, мы организовали эту встречу, да, и ребята молодцы, они сами написали проект, проектная идея была моя, но реализовали они её сами. И вот это второе звено, да, то есть это как раз связь между молодёжью и возможность создать осознанное волонтёрство медицинское, которое бы потом могло быть через социально ориентированную некоммерческую организацию вот теми агентами милосердия или, скажем там, теми специалистами, которых могли бы вот пожилые люди, да, то есть люди, нуждающиеся в уходе, пригласить. И как раз на этом уровне здесь мы обеспечили самозанятость и возможность подработки студентам, но при этом соблюдая строгий отбор, да, то есть и получение компетенции, чтобы они подтверждали их. Ну и стремление, да, быть милосердным, но при этом ещё возможность, такая небольшая возможность поддержать себя в материальном плане. То есть это такая почва для социального волонтёрства и предпринимательства. Это социальное волонтёрство, да, и потом даже предпринимательство, если будет на самом деле такое желание, потому что на сегодняшний момент у нас, вот мы с Германом Витальевичем разговаривали, да, выполномоченно по правам предпринимателей о том, что нам жизненно необходимо развивать социально ориентированный бизнес. Ну, поскольку у нас сфера услуг, да, и у нас очень много ниш, которые вообще не задействованы на сегодняшний момент, нам необходимо просто в этом направлении работать. Вот. И если возвращаясь к Арктической школе права, ещё два будут хороших звена. Это молодёжное правительство, которое не успели мы ещё реализовать, но мы над этим думаем, потому что у нас есть молодёжь, которая придёт в Арктическую школу права, и, возможно, она не пожелает быть волонтёром, есть другие интересы в жизни, и мы это учитываем. Но при этом они хотели бы, например, занимать лидирующие позиции. И в том случае, если они, скажем так, получат компетенции, и они захотят, да, у нас будет такая молодая смена, которая бы могла пополнить, например, резерв губернаторский, тот, который у нас есть, да, то есть это будущие, скажем так, управленцы, да, то есть наши, или люди, которые просто будут ориентироваться в органах власти и могут спокойно, разумно, дома за столом объяснить, как можно решить вопрос. То есть это, скажем так, ещё влияние изнутри, потому что все самые важные проблемы, они у нас как обсуждались за кухонным столом, так и обсуждаются. Это нормально. Вот. И последнее — это общественные представители. Это тот ресурс уполномоченного. На сегодняшний момент я ещё раз подчеркнула, у нас в каждом муниципалитете два общественных представителя. У нас и еженедельно, мы в пятницу обсуждаем проблемы те, которые есть в муниципалитетах. У нас есть режим диалоговый с главами муниципалитетов, у которых, если есть проблемы, они могут обращаться ко мне. То есть жители сёл могут обращаться к представителям? Они могут обращаться к представителям, но это ни в коем случае не замена меня, да, или у полномоченного в этом понимании. Это, значит, связующее звено, когда, если человек не знает, куда обратиться, ну так случилось, он может не пользоваться интернетом, у нас есть такое, да, то есть люди могут быть престарелые, могут быть просто в такой ситуации, когда они не могут даже вспомнить, что 911 можно позвонить. Вот, поэтому через представителя мы обычно выбираем людей таких, которые со стажем, с жизненным опытом, да, то есть они обладают безупречным жизненным авторитетом. То есть понятны людям, могут выслушать, могут спросить, в чём проблема, и если необходимо, звонят мне, да, это, как правило, мы стараемся, чтобы мы были, они были только лишь посредниками, да, и, конечно же, они нам помогают в чём, чтобы доводили нашу позицию, та, которая в ежегодном докладе по каким-то значимым проблемам, вот, какая ещё позиция, самое главное, когда ещё я выезжаю в муниципалитеты и мы проводим приёмы по личным вопросам, организация приёма, доведение информации, когда приедет уполномоченный и аккумуляция вопросов, потому что я не считаю необходимым выезжать на село и тратить время просто так впустую, когда просто ты собрал информацию. Нам, конечно, хочется уже, чтобы когда мы приезжали, да, то есть уже вопросы были проработаны. Спасибо, Лариса Викторовна, что пришли к нам в студию и ответили на актуальные вопросы. Я напомню, у нас в гостях была уполномоченная по правам человека в Ненецком автономном округе Лариса Свиридова. Это актуальное интервью. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова